Всем здравствуйте! Меня зовут Максим Белоусов и рад вас приветствовать на данном марафоне с темой оценка конкуренции и спроса в бизнес-нише. Я сегодня выступлю, расскажу вам нестандартные способы анализа рынка, предиктивности, то бишь предсказания спроса, предсказания трендов. И так как я часто выступаю с темой психологии маркетинга, психологии влияния, психологии поведения клиентов, сегодня все, что я буду рассказывать, будет так или иначе связано именно с психологией. Точно могу сказать, что та информация, которая сегодня будет на данном эфире, я, по крайней мере, нигде не видел. Редко очень вижу, в принципе, чтобы об этом говорили, и еще реже вижу, чтобы с этим выступали. Поэтому будет сегодня очень интересная тема. Обязательно посмотрите, и буду признателен, буду рад, если дадите обратную связь потом по той информации, которую вы сегодня услышали, в моем инстаграме. Можете меня отметить в инстаграм, на этот никнейм размещаете в сторис, отмещаете меня там, рассказываете про то, что сегодня узнали, было полезно, свое мнение. И в качестве бонуса всем, кто такой отзыв оставит, я вышлю доступ к подаркам. Это сервисы по маркетингу, книги по маркетингу и закрытый мастер-класс мой. Это все бесплатно, получите все, кто у меня отметит. Вот мой никнейм, небо табу называется. Вот в инстаграм подписывайтесь, отмечайте. Так вот, план сегодняшнего доклада. Мы поговорим сегодня про, как я уже сказал, предиктивный анализ, как предсказывать тренды, как предсказывать спрос, про архетипы брендов, про контекст, что такое, три уровня анализа, конкуренции, как собирать информацию, про трансформацию клиента немножко коснемся. Если вам будет интересна эта тема более подробно, я об этом рассказывал на других выступлениях. Опять же, в инстаграме у меня можете спросить, я вам скину ссылку на данные видео, двухчасовые мастер-классы конкретно по трансформации клиента. И дам в конце полезные сервисы, с помощью которых вы можете производить анализ конкурентов, анализ ниши, анализ спроса, рекламы, трафика и всего того, что может вам пригодиться при формировании идеи, при формировании вашего проекта будущего, пониманию, куда двигаться. Немножко расскажу про себя, чтобы было ко мне доверие, буквально отниму у вас пару минуточек. Меня зовут Макс Белоусов, как я уже сказал, я являюсь экспертом по стратегическому и комплексному маркетингу, вхожу в топ-100 лучших маркетологов России и СНГ по версии портала PRBZ, являюсь спикером таких информационных площадок и больших конференций, как Skillbox, Synergy, Сколково на IMB выступал, вот тоже там, где было порядка 50 тысяч, по-моему, участников, вошли в Книгу рекордов Гиннеса с этой конференцией. Ну и за последний год порядка уже близится к 50 городам выступил с темой психологии маркетинга, всем нравится, много положительных отзывов, вот, в общем, немножко кратце про меня. Про то, с кем я работал, какой у меня опыт, был директором по маркетингу Аяза Шабуддинова, также был методистом и спикером его программ Тони Робинс, олимпийский, непосредственно принимал участие в продвижении данного мероприятия, 26 тысяч человек в Москве, и также два года занимался продвижением его семинаров по всему миру, то есть Сингапур, Лондон, Майами, Австралия, Нью-Йорк, Амстердам и так далее. А также продвижение различных конференций, мероприятий и бизнесов, и развлекательных, бизнес-клубов, вот, некоторые из них. С Радиславом Гондопасом тоже работал, Экар Толи, Сколково, артисты Blackstar, вот, и более 100 компаний из различных ниш, и одежда, и еда, и IT-сервисы, и все-все, там еще разное было. И был еще с основателем компании Миллиор, да, то есть опыт бизнеса тоже был, создали данную компанию, это такой автомобильный парфюм, который можете увидеть во многих городах, в такси, например. Вот, был с основателем и маркетологом данной компании. Плюс являюсь партнером с основателем некоторых онлайн-школ, таких как, например, Звучать мир, это онлайн-школа по вокалу, вот, с нуля полностью ее создали, сейчас активно развиваемся, масштабируемся. Вот некоторые цифры, по данному проекту там уже больше, ну и фотографии того, что я вам лапшу на уши не вешаю. Также одно время плотно занимался музыкой, кстати, никнейм небо табу в Инстаграме, это как раз-таки никнейм моей, точнее, название моей рок-группы, можете посмотреть клипы. Вот, дружу, сотрудничаю, работаю, общаюсь с некоторыми продюсерами, как вот, например, на фотографии Иван Шаповалов, мы с ним знакомы, дружим, общаемся, уважают очень человека. Это продюсер группы Тату, а справа можете видеть солиста, создателя группы Термейтс. Ну, в общем, вот такой я вот интересный, разноплановый человек. Ну, порядка 500 миллионов выручки примерно я принес своим клиентам за все время моей работы. Вот, в общем, надеюсь, ко мне доверие появилось. Периодически буду смотреть, проверять вопросы. Так, вопросов пока вроде нету. Продолжу. Итак, первое, с чего я хотел сегодня начать, это что такое предиктивный анализ и как вообще предсказывать тренды. Что такое вообще тренд, да, и поговорим про архетипы, про бренд и про контекст. Итак, предиктивный анализ, он состоит из трех составляющих. Это, опять же, мое авторское мнение. Первое – это настроение в обществе, второе – это история, третье – это психология. То есть, чтобы понять, чем заниматься, какие тренды будут в ближайший год, два-три, первое, с чего я бы начал делать, это анализировать как раз-таки настроение в обществе. Настроение в обществе можно проанализировать, даже просто посмотрев на то, про что снимаются фильмы, про что там снимаются клипы, о чем поют музыканты, что рисуют художники, о чем пишутся книги. То есть, по сути, вот оно настроение в обществе, да, и чуть подробнее я об этом сегодня буду рассказывать как раз, и данную информацию вы нигде не найдете, так что надеюсь, она вам залетит. Потому что я его вчера очень так вот прям собирал, готовил из разных источников того, что изучал. Это первый момент, да, вот посмотреть, что есть сейчас в обществе. Второе – это проанализировать историю, то есть посмотреть, например, на Запад. Потому что мы всегда, ну, не всегда, но в большинстве случаев мы копируем Запад, который нас опережает примерно на 15-20 лет из-за вот этого железного занавеса, который был в СССР. И мы это делаем и в кино, и в музыке, и в некоторых, возможно, социально-политических вопросах. Да, поэтому вот если посмотреть, что сейчас происходит в Америке, скажем, да, можно предположить, что через 5-10 лет нас то же самое ждет. Вот поэтому это предиктивность тоже так называемая, да, то есть посмотреть, что на Западе, взять и начать это делать уже сейчас, потому что через 5-10 лет это станет уже нормой, так как мы от Запада отстаем. И психология. Психология – именно поведение человека, что его сейчас волнует, исходя из веяний социума, да, то есть настроения в обществе, да, то есть психология вытекает из предыдущих двух пунктов. И об этом поподробнее сейчас. Вот если взять декады, да, то есть вот когда я там изучал этот вопрос в различных книгах, в принципе там берутся декады, десятилетки, да, то есть там 60-е годы, 70-е годы, 80-е годы, 90-е годы, 2000-е, 2010-е, 2020-е. Если взять последние три декады нашего общества, да, если говорить про Россию, да, про Россию и СНГ, то мы видим, что сначала был коллективизм, общая идея, то есть это, ну, вождь, партия, СССР, там, значит, родина. Соответственно, люди учились работать на общую идею, да, то есть вот не было индивидуальности, все были как единое целое, и не было вопроса про личные границы, про, значит, там, ну, все думали про вождя, про страну, про родину, да, и такие фильмы снимали, то есть настроение общества было именно такое. Исходя из этого, и продукты такие были, то есть продукты масс-медиа, продукты, там, ну, вообще все, вот весь маркетинг, все это строилось вокруг вот этого вот настроения в обществе. Дальше какое общество мы имеем? Когда разваливается СССР, мы имеем пограничное общество, так называемое, либо нарциссический бунт, нарцисс, потому что человек, то есть получается из крайности в крайность, сначала человек работал на общую идею коллективизма, да, после этого он начинает учиться выстраивать личностные границы. Вот если брать, опять же, опыт Америки, у них это происходило как раз после войны во Вьетнаме, когда была общая идея, вот мы должны защитить страну, значит, возвращаются эти все люди обратно домой, и был зафиксирован большой рост бракоразводных процессов, потому что люди после того, как возвращались домой, они учились адаптироваться в современном обществе и начали чаще ходить к психологам, которые начали у них учить выстраивать личностные границы, плюс к этому бунт происходит, да, внутри человека, непринятие чего-то, да, вот опять же, исходя из этого, как раз-таки происходили всякие субкультуры, такие как хиппи, панки, там вот это все, да, то есть то, что, в принципе, у нас тоже имело место быть. Вот это называется пограничное общество, да, то есть вот вроде бы есть еще очень большой рост инноваций, технологий, интернет, там, значит, техническая революция производится, да, и для людей того поколения это было, ну, как бы надлом большой, то есть они не понимали, что происходит. Вот, и то, что мы сейчас имеем, да, вот последние там две декады, это текучее общество называемое, да, так называемое, этот термин ввел психолог Зигмунд Бауман, не Зигмунд, Фред, Зигмунд Бауман, не путать, да, процитирую, наше время это жидкое время, это рост депрессии, панических атак, и современный западный социум получил название Liquid Society, то есть жидкое текучее общество, которое характеризуется, да, опять же, цитирую уже другого автора очень интересной книги «Психология кино», Татьяна Салахиева-Талал, «Невротическое общество нуждается в герое, преодолевающем невроз, который отправляется в мифологическое путешествие, справляется с внутренними и внешними барьерами, проходит процесс инициации, находит себя и становится властелином двух миров, внешнего и внутреннего миров». Как это может помочь нам в понимании трендов и маркетинга? Ну, давайте посмотрим на то, что сейчас в тренде, да, то есть это, ну, у молодежи это Моргенштерн. Моргенштерн, он позиционирует что? Он про что? Он про свободу, про свободные сексуальные отношения, про наркотики, про алкоголь, про бабки, про я классный. Почему? Потому что нарциссизм и бунт, опять же, да, но при этом чем охарактеризовывается текучее общество? То есть это когда человек вроде бы имеет доступ ко всей информации во всем мире, да, то есть у него есть интернет, у него есть выход там к любой информации, там, социальные сети, но мы разучились общаться вживую, мы реже выходим погулять, там, с друзьями пообщаться, в бар сходить, не знаю, еще куда-то. Мы в интернете. То есть вроде бы у нас все есть, но мы замыкаемся, и именно от этого панические атаки, да, то есть вроде бы все хорошо, но хреново. То есть взять, например, топ стран, входящих в список, где наибольшее количество самоубийств, мы там увидим, ну, развитые страны, там, Канада туда входит, Швейцария, там, Норвегия, да. Почему? Потому что вроде бы все хорошо, но делают нехрен людям, как бы все нормально, как бы не за что бороться, да, потому что если мы возьмем коллективизм и общую идею, люди боролись за родину, за вождя, а сейчас непонятно, за что бороться, то есть нет четкого приоритета у людей. Люди потеряли ориентир, нету маяка, который покажет, куда двигаться, да, то есть нет общего какого-то настроя, общей такой вот струны, да, вот в обществе. Общество очень разрознено, да, именно поэтому большое количество различных, там, локальных конфликтов на, там, национальной почве, на религиозной почве, там, значит, в интернете куча хейта, да, это все из-за этого, это все настроение в обществе. И именно исходя из этого мы и имеем те тренды, что сейчас популярно, да, то есть, по сути, общество диктует, то есть герой общества, вот герой времени, да, вот есть такой термин герой времени, он диктует, что ему сейчас, какие продукты ему нужны, то есть чем он хочет питаться, на какие концерты он хочет ходить, какие фильмы он хочет смотреть, в какую одежду он хочет одеваться, это все диктует общество, настроение в обществе, да. Вот, поэтому мы плавно сейчас подходим к, пониманию вообще в принципе психологии да немножко еще так если какие-то вопросы есть задавайте я буду периодически смотреть вопросы задавайте некоторые буду отвечать по возможности да если будут нормальные вопросы и так по поводу значит того что я сказал по поводу текучего общества да ну просто если даже посмотреть вот фильмы которые были популярны да там вот скажем 70 90 года была эпоха вот если америка взять жесткий этап вот это вот пограничного общества бунтарского да это фильмы бонни клайд прилетаем из дом кукушки заводной апельсин или там скажем если еще чуть позже взять это бойцовский клуб да вот то что сейчас мы имеем по сути в россии да то что сейчас вот популярно и давайте немножко двинемся дальше поговорим про архетипы бренда да то есть вот есть такое такая идея вот концепция того что любой продукт который мы создаем там не важно это одежда опять же там за телефоны если он имеет архетип да то люди с большей вероятностью его купят потому что есть определенная предыстория есть определенное понимание философия идея продукта надбавочная ценность и вот за счет этой надбавочной ценности люди и покупают перед доплачивают то есть кроссовки найк если взять себестоимость то они примерно стоит там 5 10 долларов потому что они там отшиваются там в тайване в китае где-нибудь да но за счет этой надбавочной идеи джаз дует сделай там значит вот это вот философии бренда найк мы переплачем 100 долларов сверху за счет идеи откуда рождается эта идея по сути это взято из психологии юнга да то есть последователя фрейда который немножко трансформировал его идеи он придумал вот этот вот термин архетипа да но по сути архетип был еще и во времена философов там платона и так далее но само понятие и раскрытие этого термина но было приемли так вот давайте разберемся что такое сначала эго да есть разные уровни эго вот по юнгу это есть супер эго это какие-то низменные желания человека и сознательные и предсознательные да вот если мы говорим про опять же рекламу про маркетинг то очень часто маркетологи используют в рекламе отсылки к именно вот иду то есть бессознательному которая связана с семьей основными грехами то есть это там на чревоугодие зависть там что там еще там чревоугодие зависть в разделении да там вот ну все не помню как называется но в общем можно их найти в интернете до 7 основных вот по сути это все связано именно с этим но если говорить про долгосрочную перспективу ну человек же он не животное да то есть как бы если взять скажем спинозу да там философа спинозу то он говорит что есть животное есть сверхчеловек а мы как бы люди это промежуточное то есть мы не не до животные и не до сверхчеловеки да то есть у нас есть как низменные желания так и возвышенные желания если говорить только про низменные потребности по пирамиде маслов да там пожрать поспать потрахаться да то долго на этом не протянешь сильный бренд на этих низменных желаниях не построишь поэтому мы должны делать какую-то надстройку надстройка является как раз таки архетип цель которого достигнуть какой-то задачи да то есть давайте посмотрим какие в принципе бывают архетипы да вот архетипы брендов вот представлены здесь на картинке напоминаю что можете делать скриншот выкладывать меня в инстаграм и получать бонусы так вот есть 12 основных архетипов это вот они здесь перечислены шут любовник заботливый правитель творец простодушный мудрец искатель герой волшебник бунтарь и славный малый вот по-моему 12 если не ошибся вот я приведу даже пример брендов которые следуют вот этим вот архетипом если говорить про как раз таки тренды да и про то как спрогнозировать компанию которая будет хорошо продаваться как создать сильный бренд как создать премиальный бренд там как сделать так чтобы повысить свой средний человек чтобы люди платили больше за ваш продукт это как раз таки именно про это и нужно анализировать тренды в разрезе именно вот настроение общества тренды здесь написано это зеркало общества привожу цитату из книги который недавно прочитал очень интересно там психологии тут говорится что вот у кино психологии если уж одна общая черта да это суть отражения нашей жизни актуальных социальных феноменов до которые сейчас происходит в социуме то есть если есть определенные какие-то диагнозы да там психологические там проблемы в социуме то глупо их не использовать в рекламе в маркетинге что по сути маркетинг это как раз таки коммуникация продукта там компании да там с потребителем и нужно говорить на одном языке с потребителем вот на данном слайде можно увидеть защитные механизмы эго да вот из которых стоит архетип которые тоже можно использовать в рекламных коммуникациях там на сайтах там в автоворонках в письмах видеороликах есть стандартное понимание триггеров да вот так называемые ментальные крючки да вот уверен вы об этом термине слышали это когда там скажем там есть ограниченность во времени там социальный авторитет как еще триггеры бывают там любопытство да ну вот эти стандартные моменты здесь же я предлагаю копнуть немножко глубже да и поговорить с точки зрения откуда ноги растут у этих триггеров да вот и если глубже копнуть то мы имеем с защитными механизмами эго они здесь перечислены то есть если вы будете понимать какой из этих моментов вы можете использовать исходя из архетипа вашего бренда понимание архетипа вашего бренда и архетипа тех людей которые будут реагировать то есть ну по сути тот же архетип людей будет реагировать на ваш бренд то можно выбрать вот эти защитные механизмы эго которые можно использовать в рекламной коммуникации с этими людьми давайте посмотрим как и здесь есть это вытеснение отрицание проекция замещение рационализация реактивное образование регрессии сублимация например скажем сублимация да это перенаправление энергии биологически сексуальных влечений социально приемлемой цели все что не можем позволить себе в реальности мы проживаем в кино в играх и так далее пример да одно время я думал почему такое большое количество там разных жестоких игр там типа gta да там что там какие-то там пейнкиллер в америке производится да там почему столько много боевиков и я тогда думал что это напрямую влияет на количество криминалов в америке да то есть вот скажем жестокость растет за счет того что у нас много жестоких игр фильмов там порнухи и так далее нет на самом деле американцы это умные люди они проплачивают создание такого контента потому что такой контент он сублимирует негатив то есть человек у которой есть стресс негатив злость он поиграл в gta там пострелял там чернокожих да там на улице там и все и он по сути сбросил негатив сбросил агрессию стресс и дальше возвращается на работу то же самое мы видим сублимация уже сексуальных желаний в японии предположим да когда там у них большое количество различных крыша сносных шоу на сексуальную тематику да они это все смотрят и в жизни они не насилуют ну по крайней мере как бы это сдерживается таким образом потому что сублимируется вот в виде сайтов тем телешоу которые люди смотрят они всегда выпускают получает такой получается суррогат тех эмоций которые они бы получили в жизни в реальности но по крайней мере не переступая закон вот как бы как это можно использовать опять же там понимая психологии поведения клиента дальше путь героя да опять же про архетип то есть архетип он же это динамическая личность да он должен субстанция да он должен развиваться очень часто используется путь героя можете почитать книгу тысячелетний герой камббелла а вот эта идея пути пути героя она используется в сценариях к фильмам также и в клипах в рекламе в копирайтинге да то есть скажем когда вы будете писать текст либо составлять цепочку там email сообщений там либо еще чего-то такого да то есть там по сути это все используется то есть используются именно драматургические атрибуты прохождение пути героя где он сначала находится дома потом есть зов путешествие призыв к путешествию да там его зовут приключения он хочет что-то поменять в том что он имеет жизни он идет отправляется в путешествие после этого встречается с трудностями преодолевает эти трудности после этого борется со своими прошлыми там демонами вскрытыми да там по юнгу это тень либо там какие-то комплексы там из детства не знаю там да или там герой какой-то да там антигерой точнее он его побеждает и возвращается домой уже в новом обличье по сути про это фильм матрица да там про это фильм звездные воины да то есть ну вот этот путь ухода героя из дома и обратно домой он используется тоже в маркетинге да и опять же если говорить про тренды про социальное настроение в обществе то герой это разные то есть сейчас мы какого героями да то есть если смотри там тоже сегодня выложил в инстаграме пост про то что джеймса бонда официально сыграет женщина-негр да то есть темнокожая женщина будет играть переосмысление бандианы вот видимо из-за этого наверное и актер и умер да там который классически играл джеймса бонда вот но не суть в общем сейчас какой герой мы имеем да сейчас герой сильный образ женщины образа сильной женщины до которые значит сама победит дракона придет там к принципу скажет как ему надо жить чем надо делать защитит его от всех напасти и сама и предложит ему там жениться там надела детей да то есть у нас сейчас идет перевертность у нас сначала был герой мужчина такой сильный образ мужчина да когда решит свои проблемы сейчас у нас образ женщины. И что мы видим в рекламе, да, опять же, в трендах? Вот, взять Calvin Klein, так положим, да. У них образ чего? Образ девушки независимой, там, либо там вот образ, опять же, там, в рекламе была образ темнокожей женщины оверсайз XXXL такого размера, который уверенно в себе и одевает продукцию компании Calvin Klein, да. По сути, это же что? Это игра на архетипе, игра на настроение в обществе, игра на вот этом герое социальном, который сейчас в обществе в тренде. Дальше пойдем, да. Какие сейчас блогеры в тренде, опять же? Ну, вот взять, там, скажем, Митрошину, да. Митрошина это кто? Это девочка, девушка, которая поддерживает феминистическое настроение в обществе, да. То есть, типа, защитим женщин, права женщин против насилия, женщина может сама зарабатывать деньги. Вот оно, настроение, да. И оттуда же идут и продукты. Там, инфопродукты, курсы какие-то там по личному бренду, по инстаграму, одежда продается, всякие там эти сексуальные фишки, ну, не сексуальные фишки, а атрибуты для секса, да, типа там, вибраторы и так далее, да. Ну, это все оттуда. То есть, это все идет из данного архетипа, да. Поэтому понимание психологии, опять же, да, то, что сейчас объясняю, понимание трендов, понимание настроения в обществе, настроение в обществе в нашем, там, в западном, придет вас к тому, что вы поймете, какой продукт и как подать обществу сейчас, в данный момент, чтобы его именно в данный момент не через 10 лет купили, а именно сейчас и в большом количестве. Вот, еще раз показываю тогда архетипы брендов и давайте примеры архетипов приведу, да, то есть вот они, эти 12 видов, например, компания Nike – это архетип героя, да, которого основная задача – действовать смело. Если взять, например, компанию Harley-Davidson, да, там, мотоциклы, да, то это архетип бунтаря, который нарушает правила. Ну, вот можете сфотографировать, там, выложить, там, если для вас это актуально. Ну, по сути, должно быть для вас актуально, потому что мы как раз говорим про фундаментальные вещи построения, понимания, да, тренда. И, например, Levi's, да, там, это архетип искатель, там, либо Apple тоже, там, архетип искатель и плюс-минус бунтарь тоже. Отсюда же и вытекает понимание личного бренда, да, то есть вот сейчас очень, там, популярно говорит про личный бренд, про, там, значит, то, что нужно развивать в социальной сети. Это же тоже архетип. То есть если взять любую личность, у которой развит личный бренд, то мы говорим именно про какой-то определенный архетип, который считаем, да, там, Сергей Шнуров – это кто? Бунтарь. Но при этом в жизни он же не всегда так себя ведет, да, там, типа, на всех наезжает, там, матерится, там, стишки пишет и так далее. Нет, он очень интеллигентный, лично его знаю, да, там, интеллигентный человек, но у него такой архетип в интернете, и он привлекает, по сути, ну, таких же бунтарей, которым нравится это поведение. И, по сути, его продукт какой? Его продукт – это, ну, там, скажем, концерты, да, музыкальные, все, и вот эта аудитория, она и покупает его продукт. взять Блэк Стар, да. Какой архетип, как вы думаете, вот здесь вот подходит Блэк Стару? Ну, вряд ли простодушный, вряд ли волшебник, ну, похоже на бунтарь, да, мудрец тоже вряд ли, да. По сути, опять же, из-за этого бунтаря, при этом бунтарь с ноткой такого короля, такого, да, типа вот шика, блеска, лоска, мы имеем, по сути, ту же самую вот эту вот золотую молодежь, которая на это реагирует. И этой золотой молодежи что продается? Музыка, одежда, еда, вот в контексте вот этого вот архетипа. Ну, и объяснение каждого архетипа с точки зрения эмоций и задач, которые решает данный архетип, тоже можете сфотографировать, это психология архетипов, вот. по объяснению разных психологов. Дальше. Сейчас мы поговорим про контекст. Очень тоже интересная тема, про которую мало кто говорит. Приведут стату маркетолога-экономиста Людвига фон Мизеса. Бажен не только продукт, но и контекст его потребления. Если мы, опять же, говорим про анализ ниши, про анализ конкурентов, важно понимать, что важно анализировать не только сам продукт, но и контекст его потребления, то есть предлагаемые обстоятельства, в которых человек потребляет данный продукт. То есть его путь к этому продукту. Простой пример – это когда, вот скажем, мы заказываем пиццу, да, и вот в таком виде она к нам приезжает. Ведь если у нас спросят мнение о данной пиццерии, мы, скорее всего, скажем, что нам не понравилось. Хотя пицца могла быть вкусной, но сам факт того, как нам ее довезли, в каком виде нам ее привезли, да, там, может быть, даже там еще курьер опоздал, там, не знаю, грубил, не знаю, от него плохо пахло. Вот это все имеет место быть. И наш мозг, он не может отделить анализ продукта, мнение о продукте от предлагаемых обстоятельств его потребления. Поэтому, когда он вас спросит, понравился ли нам продукт, мы скажем нет. Хотя продукт был нормальный, но в контексте употребления не очень. Поэтому, когда мы будем анализировать конкурентов, анализировать ниши, анализировать продукты, которые есть на рынке, нам важно еще анализировать возможность, путь клиента. И то, как потребляют продукты, да, то есть там качество доставки, качество сервиса. Если говорить про офлайн-ресторан, про офлайн-точку, то как выглядит магазин там с улицы, да, там, сложно ли до него добраться. Это все тоже важно. Вот, как я уже сказал, в нашем восприятии нет четкости, и нам сложно отделиться, там, скажем, в качестве еды от качества доставки, вежливости курьера. Дальше. Важный момент еще, когда будем анализировать, да, то есть мы плавно подходим к анализу уже конкурентов, да, когда будем анализировать конкурентов, важно понимать, что у каждой ниши, у каждого бренда, продукта есть так называемый KVI-продукт. Это продукт, по которому люди принимают решение, хотят ли они купить в данном магазине, там, у данной компании что-то, либо они уйдут конкурентам. Если говорить, скажем, про суши, да, там, доставку суши, то KVI-продуктом здесь служит суши Филадельфия. То есть именно по Филадельфии люди принимают решение, дорого ли дешево, там, качество, да, ингредиенты. То есть это такой показательный продукт. Каким показательным продуктом может служить, например, там, бренд одежды? Ну, там, скажем, джинсы и майка, да, то есть вот люди, если говорить про casual, да, то есть люди пришли, посмотрели, оценили качество майки, как она выглядит, сколько она стоит, и, соответственно, исходя из этого, люди примерно понимают, сколько будут стоить остальные вещи и принимают решение, интересно или неинтересно им взаимодействовать дальше с этим продуктом, ну, с этой компанией, вот. То есть есть, ну, это еще называется флагманский продукт, KVI-продукт. Поэтому, когда будем анализировать, нужно прямо в отдельную в отдельный столбик выносить KVI-продукт. Какой KVI-продукт у ваших конкурентов, какой у вас, и сравнивать конкретно вот этот продукт. То есть не всю продуктовую линейку, а вот этот основной флагманский продукт. Дальше. Важно понимать, что важнее не кто обладает влиянием, а кто ему подвержен. То есть анализировать не лидеров мнений, которые там несут какую-то информацию, там, блогеры, там, не знаю, селебритис, а анализировать людей, которые подвержены, и почему они подвержены мнению этих блогеров. Опять же, исходя из понимания психологии поведения клиента, архетипа, месседжа, посылы, который несет этот лидер мнения массы, да, и какой сегмент аудитории влияет на его месседж, посыл. Тут важно еще, естественно, рассказать про упаковку. Да, вот, есть знаменитая фраза «встречает по одежке, провожает по продукту», я немножко перефразировал и написал следующую фразу, что «встречает по упаковке, провожает по продукту», да, то есть не сначала было «по одежке, провожает по уму», «встречает по упаковке, провожает по продукту». То есть упаковка – это самое важное на первом этапе, потому что это первое, что человек видит. То есть текст визуальной информации, который встречается в интернете, на сайтах, в Инстаграме – это самое важное на первом этапе. Поэтому при анализе конкурентов очень важно анализировать именно текст визуальной информации, которую мы видим, цепляет ли она нас, понятна ли она нам. И исходя из понимания, точнее, исходя из анализа упаковки, мы можем выделить три составляющих понятности упаковки. Это чтобы клиент мог ответить на такие вопросы – куда я попал, что мне предлагают, нахрена, но мне надо. Если он может, клиент, ответить на эти три вопроса, значит, упаковка выполняет свою главную задачу, она понятна для потенциального клиента, и она выполняет свою основную задачу – это продажа. То есть либо продажа, либо исполнение целевого действия, то есть продвижение потенциального клиента дальше по воронке. Следующий момент, который я сегодня хотел обсудить – это три уровня анализа. Как анализировать конкурентов? Я – это чисто авторская методика, которые как раз вот когда у Аяза Шабудинова работал, я с ним этой идеей поделился, и он активно ее потом на курсах пропагандировал. Там даже в книге написал об этом. Есть такая книга «Бизнес инсайты», там как раз отдельный параграф посвящен моей идее, которой я поделился. Нужно анализировать конкурентов в трех плоскостях. Нужно анализировать конкурентов, которые ниже вас, вашего уровня и выше. Почему? Когда вы анализируете конкурентов, которые ниже вас, то вы можете у них подчеркнуть какие-то инновационные решения, какие-то инновационные бизнес-модели, какие-то идеи, которые вы еще не внедрили, либо даже не думали об этом. Потому что каждый конкурент, который заходит новый, свежий конкурент, который заходит на рынок, ему все сложнее, потому что рынок, ну, рынок, он же ограничен, конкурентов все больше, багровый океан, конкуренция растет, соответственно, нужно придумать какие-то новые идеи. Поэтому, скорее всего, если вы на рынке, скажем, находите 2-3 года, то вновь появившийся конкурент, он, скорее всего, реализует какую-то инновационную штучку, которую вы даже не думали, скажем, будет использовать в рекламе TikTok, о нем вы даже не задумывались, либо какую-то прикольную автоворонку сделает, либо что-то такое придумает, что людей зацепит, скажем, сервис по подписке, годовая подписка на доставку продуктов. Вы даже об этом не думали и продавали там разово продукты. Об этом очень много написано в книгах Малкольма и Гладуала или в любой книге, связанной с партизанским маркетингом. Вот что такое партизанский маркетинг? Это когда как раз-таки маленькая компания пытается конкурировать с гигантом, да, у которого большой бюджет, большие там связи, рекламные возможности, да, и маленькая компания, она имеет преимущество, потому что она гибкая. То есть она может анализировать, тестировать новые гипотезы хоть каждый день. А большой компании для этого понадобится куча времени, чтобы произвести все итерации, утвердить эту идею, согласовать бюджет. Это может пройти там полгода, год, а то и больше. Вот поэтому анализировать сначала нужно с мелких конкурентов. Дальше, конкуренты вашего уровня, понять, правильно ли вы двигаетесь, правильно ли вы математику бизнеса получаете, вот эти параметры основные маркетинговые и бизнесовые, стоимость заявки, стоимость клика, какие рекламные каналы вы используете, да, там. Потому что, по сути, конкурент вашего уровня – это как тоже своего рода такой тренд, правильно ли вы двигаетесь, да, то есть в правильное направление выбрали. И конкурент выше – это конкурент, который скажет вам, что вам нужно сделать через 5-10 лет. При этом не надо, вам не обязательно совершать те же ошибки, которые совершил ваш конкурент, наступать на те же грабли, что ваш конкурент, потому что он уже на них наступил, он уже за это деньги заплатил. А вам нужно просто узнать, что через 10 лет вам нужно будет вот так вот поменять свою бизнес-модель. Вот таких людей уволить, вот этих нанять, вот так вот поменять структуру коммуникации с клиентом, чтобы, соответственно, через 10 лет прийти к тому результату, который есть у вашего конкурента, который выше вас. Да, вот, соответственно, в трех плоскостях анализируем конкурентов. Лучше по три компании взять. Если кому-то интересно со мной поработать, вот, у меня есть формат наставничества, да, то есть могу, там, взять личную работу, там, бизнес-маркетолога, там, и довести до, там, определенного результата, который мы с вами обсудим в процессе созвона первого. Поэтому, кому интересно, такая небольшая минутка рекламы, можете заскринить этот слайдик и написать мне в Инстаграм. А, дальше, сбор информации и путь клиента, да, вот, напоминаю, мой Инстаграм, можете выкладывать в сторис, отмечать, кому хочется получить бонусы и, там, дать отзыв по сегодняшнему выступлению. Итак, а как нужно собирать информацию и что такое путь клиента, о котором я сегодня тоже говорил? Есть два типа анализа. Есть анализ статистический, это когда мы анализируем, там, скажем, Яндекс-метрику или, там, веб-визор, там, куда кликал человек, соберем какие-то статистические данные по трафику, по количеству кликов, переходов. Вот эту всю информацию, которая присутствует, то есть так называемый цифровой след человека в интернете, да, и есть тот вид анализа, который я считаю самый... Ну, так скажем, показательный, да, это антропологический, это анализ поведения человека в жизни. Это когда мы просто ставим, там, не знаю, там, скрытую камеру, проводим опрос, собираем фокус-группу, не знаю, там, ставим жучок, не знаю, прослушаем звонки наших менеджеров. Это антропологический анализ, то есть это анализ человека не эфемерно вот где-то вот в вакууме, да, а конкретно вот взяли человека и посадили его там, ну, в те обстоятельства, которые он должен находиться. То есть в ту политическую обстановку, которая сейчас там, в погоду, да, потому что очень много внешних факторов, которые будут влиять на поведение человека. Вот, например, будучи занимаясь, там, вот вы по моим кейсам видели, там, ивентами, да, то есть там большое количество кейсов у меня связано с мероприятиями, с конференциями. Я могу сказать, что такой фактор, как погода, напрямую влияет на доходимость в зал, да, то есть, скажем, если плохая погода и мероприятие бесплатное, то из, скажем, 10 тысяч зарегистрировавшихся на мероприятия людей дойдет 3 тысячи, там, в лучшем случае. Если платное, то, конечно, больше, потому что люди заплатили и то. Если билет до 1000 рублей стоит, все равно будет доходимость, там, на 30-50% ниже. Вот, потому что людям впадло просто будет, не знаю, там, в дождь, в плохую погоду, там, когда голова болит, там, не знаю, там, по слякоти идти на мероприятие какое-то, вот, казалось бы, да, погода. Когда я занимался товаркой, товарным бизнесом, там, продажей дешевых продуктов из Китая, то, вот, скажем, у меня был продукт, я продавал, этот, зарядники на солнечные батареи, да, там, аккумуляторы, ну, пауэрбанки на солнечные батареи. И когда была дождливая погода, продажи падали, да, потому что, как бы, ну, я же продаю пауэрбанк на солнечные батареи, который должен на солнце работать, да, солнце нет, все, продажи падают. Вот даже до такого доходило. Поэтому я считаю, что анализ поведения лучше проводить, опять же, анализ конкурентов лучше проводить с помощью антропологического, да, там, анализа. Как это сделать? Пример, да, вот вы хотите, предположим, открыть пиццерию, там, скажем, в городе Самара, берете с утра, приезжаете в какую-нибудь пиццерию, которая у вас самая топовая, там, в Самаре, да, и просто анализируете, сколько людей пришло утром, днем, вечером, какой средний чек, что покупают, как общаются с сотрудниками данной пиццерии, да, там, то есть кто эти люди, кто приходит, да, приходят ли они с семьей, либо один, заказывают ли они домой, либо еще какой-то. То есть вот это вот, это, по сути, анализ того, что есть по факту. Знаете, еще есть такая фраза «выйти в поле». Выйти в поле, значит, проанализировать то, что есть в жизни в данный момент, а не то, что вы, там, спланировали, смоделировали где-то там с какими-то, там, бизнес-аналитиками, да, потому что вы можете моделировать, анализировать, там, годами, но при этом в жизни все будет по-другому, вот, поэтому я за вот такой вот подход именно, вот, анализы в жизни, в реальных условиях. С помощью каких сервисов можно проводить анализ конкурентов, да, вот здесь вы можете сделать скриншот, это основные сервисы, о них я тоже, там, буду говорить в конце сегодня, там, перечислю, ну, некоторые из них можете увидеть на данном слайде. Это, по сути, ну, основные сервисы, которым все пользуются, да, там, при анализе конкурентов. Это SimilarWeb, b1.ru, Wordstat, тренды, Google, как я уже сказал, пообщаться с конкурентами мелкими, средними, крупными, при этом лайфхаком, да, вы можете сказать, кто мне даст информацию по конкуренту, как вот мне взять и, там, ее выудить, типа, там, владелец же не будет мне это говорить. Вот вам лайфхак. Вы можете найти представительство, сообщество данной компании, бренда, которую вы хотите взять как конкурента для анализа в, предположим, ВКонтакте, его сообщество. В ВКонтакте найти маркетолога или СММщика или копирайтера, написать этому СММщику и сказать, что вот у вас есть компания, похожая на ту, в которой он работает, и вам нужны показатели по рекламе, показатели по, там, вовлеченности, по стоимости заявки, чтобы привлечь вас на, там, точнее, его на новый проект похожий, да. И, как правило, с 90% конверсии вам все эти цифры скажут, потому что, как правило, эти маркетологи, они не в штате, они в удаленке и работают удаленно и берут несколько проектов параллельно, при этом указывая себя в ВКонтакте. Вот, как бы, такой вам лайфхак, как выводить информацию, не общаясь с основателем бизнеса. Да, также тренды YouTube и сервис Publer Will Do. Сегодня его покажу. Очень классный сервис по анализу рекламных активностей ваших конкурентов, там, либо по ключевому слову, по нише или по социальной сети, в которой хотите проанализировать рекламу. А как выглядит анализ конкурентов, если говорить про, ну, вот, про реализацию, да, вот, у меня в агентстве это выглядит следующим образом. То есть, вот, есть вот несколько колонок, есть список конкурентов, вот, есть сильные стороны, есть слабые стороны, и мы вот по основным моментам проходимся, это по сайту, по сообществу, по визуалу, по УТП, по продукту, выписываем сильные, слабые моменты, которые мы увидели, и делаем вот такую вот сводную таблицу. После этого можно проанализировать портрет целевой аудитории и определить, что самое-то важное, основные мотивы поведения клиента, да, вот, если говорить про путь клиента, почему мотивы важнее, чем портрет. Очень часто привожу, там, на конференциях такой пример, что, вот, скажем, я потребитель кальяна, я курю кальяны, да, то есть, если меня анализируют с точки зрения портрета целевой аудитории, то я мужчина, 24+, достаток выше среднего, проживающий в Москве, там, занимающийся, интересующийся рекламой, маркетингом, да, но если проанализировать мотивы поведения мои, мотивы покупки кальяна, да, потребления кальяна, то этих мотивов у меня будет как минимум 5. При этом они будут все разные, и приоритеты в каждом из мотивов будут очень сильно отличаться. То есть, я, будучи одним и тем же человеком, буду взаимодействовать с этим, с этим одним и тем же продуктом 5 разными способами, как минимум. Сейчас покажу пример, смотрите, когда мы все сидели на самоизоляции, я же не могу кальян, там, пойти покурить, я его заказываю на дом, то есть, получается, доставка на дом. А здесь мне какой приоритет? Чтобы это было недорого, чтобы мне привезли все необходимое, там, печку, угли, там, нормально забили чашечку, да, то есть, есть какие-то определенные приоритеты при взаимодействии с кальяном на дом. Если мне нужно поработать, то есть, я ищу кальянную для работы, что мне важно, какой у меня приоритет здесь? Стабильный Wi-Fi, и чтобы было тихо, не громко, чтобы не громкая музыка была, мне никто не мешал, и мне спокойно можно было поработать со стабильным Wi-Fi интернетом. Если я хочу отдохнуть с друзьями, то я ищу кальянную с PlayStation, с настольными играми, то есть, вот у меня какой приоритет. Если я хочу справить там день рождения, то я ищу кальянную с барным меню, с едой и в центре, чтобы всем было удобно добраться до этой кальяны. Если я хочу с девушкой покурить кальян, то я ищу кальянную с красивым видом, там, с верандой. То есть, понимаете, вот, по сути, один и тот же человек, один и тот же продукт, пятью разными мотивами взаимодействует с данным продуктом. Поэтому нужно анализировать больше даже не портрет целевой аудитории, а мотивы поведения, то есть, предлагаемые обстоятельства и приоритеты в этом. Предлагаемые обстоятельства, что важно человеку, чего он боится, что он хочет, мотивы его поведения конкретно в каждом из этих вот ситуаций. Вот, и прямо выписывать. Можно 100, можно 200, то есть, там, реально, там, некоторые бизнесы доходят до 200 вот этих вот ситуаций, мотивов, шаблонных поведения клиента, при которых клиент может заказать у вас услугу. И это, по сути, тоже нужно анализировать при создании пути клиента, при анализе. Вот как выглядит, ну, анализ именно портрета целевой аудитории, да, там, разбивка на сегменты. Это больше нужно, скорее, для рекламы. Также нужно определить основные характеристики вашего продукта и характеристики продукта ваших конкурентов. Да, вот можно построить вот такую звездочную диаграмму и выписать основные моменты, да, это, там, скажем, цена, качество, время доставки, клиентский сервис, маркетинг, да, вот и построить такую звездочную диаграмму, определив, что в вашем случае самое важное, да, на десятку невозможно все сделать, нужно определиться с чем-то одним важным. И что важно у ваших конкурентов, и сравнить, на что они делают акцент, на что вы сделаете акцент. Почему это важно? Взять, опять же, пример пиццерии. Была такая пиццерия в городе Ижевск, по-моему, Mafia Food называлась, которая заняла большой кусок рынка за счет того, что она сделала акцент на времени доставки. То есть не на качестве продукта, не на сервисе, не на маркетинге, не на цене, а именно на времени доставки. Потому что людям было важно в Ижевске именно время доставки. Они хотели быстро поесть и вернуться к работе. Поэтому они доставляли пиццу быстрее всех. И именно поэтому они заняли большой кусок рынка, победив конкурентов локальных. Потому что людям было важно это, а не другое. И они сделали на этом акцент. Все, а на остальное забили. Также очень вам поможет данные вопросы при анализе вашего личного бренда, позиционирование, определение эссенции вашего бренда и компании. Что такое эссенция? То есть ваша компания и компания конкурентов. Это какая-то фраза, слово, с которой ассоциирует вас, если мы говорим про личный бренд, либо вашу компанию, ваш бренд, либо бренд конкурентов. Это фраза, которая в голове всплывает у человека, когда вы говорите ему название, имя, либо название продукта компании. Очень простое упражнение. Если вы скачаете приложение GetContact и узнаете, как вас записывают в телефонной книге ваши друзья, знакомые или незнакомые люди. И, по сути, то, как вас записывают, скажем, у меня записывают как? Макс Маркетолог. Это моя эссенция бренда личного. То есть Маркетолог – это описание моей пользы для данного человека, с чем я у него ассоциируюсь. То есть та же самая ассоциация есть у любой компании. Какая-то фраза продуктом. И при этом эта ассоциация фразы может быть очень смешной и даже обидной иногда. То есть, скажем, вы там разрабатывали логотип, там нейминг, стиль, фирм, да, и в итоге вы продаете дорогие сумки, и у женщин вы ассоциируетесь, типа, с какая-то дорогая херя. Да, типа, там, или там дорогой аналог, там, не знаю, там, сумок Фурла, или там российский вариант Дольче Габбана. Да, то есть вот такие ассоциации. Вот это, по сути, есть эссенция бренда. Вот можете с помощью этой таблицы провести такой мини-опрос, да, опять же, возвращаясь к антропологическому анализу, то есть у реальных людей спросить реальную информацию, их реальное мнение о вас, о вашем продукте и о продукте конкурентов, и понять сильные и слабые стороны вас и конкурентов. Карта настроения клиента. Очень крутая тема, которую я даю, там, на консультациях, когда вот ко мне обращаются, там, предприниматели, маркетологи. Проанализировать в разрезе настроения весь путь клиента. На оси абсциссы ординат построить настроение клиента и взаимодействие с клиентом, точки касания, триггерные точки. И в каждой точке определять, как себя клиент чувствует. Предположим, первая точка какая? Какое первое взаимодействие? Увидел рекламу, реклама понравилась, все, ставим десятку, предположим. То есть он чувствует себя на десятку. Дальше перешел на сайт, который плохо грузится. Все, он чувствует себя на минус два. И вот так вот получается, там, обещали перезвонить через 28 секунд, перезвонили через две недели, еще там минус 10, да, там, настроение. И вот так вот настроение скачет. Если проанализировать в разрезе все, весь путь и какие-то узкие места, то мы поймем, над чем нам поработать. Если мы проанализируем в том же разрезе конкурентов весь путь, да, и простроим карту на строение клиента, то наложив одну карту на другую, мы можем понять, ну, найти так называемые артефакты, да, то есть какую-то корреляцию, похожесть, да, и какие-то всплески, над которыми надо работать. То есть либо узкие места у нас, либо сильные места у конкурентов. И опять же проанализируем мотивы, да, то есть так называемые jobs to be done, об этом там писал в книге «Маршрут построен» Илья Балахнин, который тоже там основывался на учениях, на теории, не помню, как зовут, маркетолога из Америки, вот можете почитать. Про трансформацию состояния клиента на этом пути, да, то есть на данном пути клиент проходит определенной стадии трансформации. Есть три стадии трансформации. Это стадия жертва, стадия пробужденной, стадия фанат. Подробнее об этом есть отдельное у меня видео, можете мне в Инстаграм написать, я вам скину, посмотрите. Если вкратце, то когда у клиента состояние жертва, у него нет понимания, как ему решить проблему, и нет понимания с кем. Во втором уровне трансформации он знает, как ему решить проблему, но не знает с кем. И в третьем уровне трансформации он уже решил или бы не решил проблему, то есть получил опыт клиентский. Ну и три вопроса, которые нужно ответить клиенту, чтобы понять его уровень мотивации. На первом, что я хочу, второе, что я делаю, третье, что я хочу делать, не догадываясь об этом. Подобнее об этом, опять же, там отдельное видео у меня есть, можете посмотреть, там попросить в Инстаграм. Вот как выглядит карта пути клиента, если простраивать ее, скажем, пример того, как мы это делаем в агентстве. То есть здесь видно точки касания, триггеры, которые используются на каждом из этапов, задачи каждого касания. Вот это все простраивается и прописывается. Вот тоже пример. В нашем агентстве, скажем, рекламном. То есть вот это путь клиента в нашем агентстве. От момента поступления заявки до момента сдачи проекта. Вот путь клиента в лидогенерации, в рекламной коммуникации тоже. Что происходит с клиентом, какая задача, что, как, где, чего, что мы делаем. Вот пример воронки Тони Роббинс. Когда мы реализовали, я с командой сделал тест, квиз, колесо жизни, колесо баланса, определение сильных и слабых сторон жизни. И через это мы продавали семинары в Лондоне и в Сингапуре. Вот такая вот воронка. Это, по сути, тоже путь клиента. Вот пример пути клиента воронки с тоже пониманием эмоций, психологии клиента в работе с сервисом по автоматизации ресторанного бизнеса QuickRest. То есть мы здесь реализовали вот такую воронку, и я с командой смог снизить стоимость заявки в 10 раз за счет вот нескольких итераций касаний с клиентами. Также в анализе конкурентов, естественно, нужно считать показатели. То есть вы можете сейчас вот сделать скриншотик. Здесь пример расчета обратной воронки по параметрам. Среднего чека, маржинальности, себестоимости, распределение рекламного бюджета, количество заявок, конверсионность каждого этапа и так далее. Вот здесь вот можете тоже примерно такой вот анализ сделать в своем бизнесе. Из этого следуют основные рычаги, влияющие на прибыль. Это количество клиентов, средняя конверсия, LTV, средний чек и расходы, постоянные переменные сдержки, расходы. Триггеры, которые мы можем использовать, да, используются у нас или используются у конкурентов. Тоже можно такую табличку составить и там отметить. Так, у меня остается буквально две минутки. Давайте я быстро пролистаю сервисы, которые я хотел с вами поделиться, которые вы можете использовать при анализе конкурентов. Вот сейчас можете быстро делать скриншоты, чтобы не пропустить. Сейчас быстро перечислю. Это SimilarWeb, анализ трафика и сайтов конкурентов. B1.ru – наш российский аналог, SimilarWeb. Там больше информации по нашим сайтам, по-российским. Publer – анализ рекламных коммуникаций и активностей конкурентов. ServiceOler – это анализ брендов, их активности в интернете. Можно прям подписаться на новости. По Google картам, по Tugis можно анализировать присутствие того или иного, той или иной ниши, да, там, скажем, вводите, там, скажем, салон красоты и смотрите, сколько в каком городе точек, да, и присутствие просто там конкурентов в определенной геолокации. То есть сильный ли рынок, большой ли рынок, есть ли он вообще. Яндекс.Вордстат по анализу запросов и по динамике. Там можно посмотреть динамику запросов тоже там в разрезе времени и по месяцам. AdLover – анализ рекламы в Инстаграм. AdRu – анализ рекламы в Facebook. TrendHero – анализ блогеров в Инстаграм, лидеров мнений. Пульсар – анализ интересов аудитории. Optimize.ly – ABT сайтов. И полезный сервис от меня, такая подборочка, чем я часто пользуюсь. В принципе, все, уложился. Еще раз напоминаю, чтобы получить от меня бонусы, данную презентацию, книги по маркетингу и сервисы, напишите, отметьте меня в Инстаграм, ник не ботабу, я вам скину всю в личку. Спасибо, с вами был Макс Белоусов. Можете подписаться на мой Инстаграм, отметить меня, как я уже сказал, и написать мне в Телеграм. Все, спасибо организаторам за то, что позвали. Я все.